Открытая в 73-м году прошлого века, Снежинка всегда считалась главным спортивным объектом города. В ней занимаются боксеры и легкоатлеты, универсальные бойцы и самбисты, тяжелоатлеты и футболисты. Единственная в городе крытая ледовая арена служит тренировочной базой для наших фигуристов и хоккеистов. Однако возраст Снежинки дает о себе знать. Глобальный ремонт ледовая арена переживала лишь в начале 2000-х. И вполне закономерно, что имеющееся оборудование порядком износилось. И давно требует модернизации. Новый виток развития начался весной этого года. Прокопьевск получил пригодное к эксплуатации оборудование из Новокузнецкого дворца спорта кузнецких металлургов. По окончанию сезона приступили к демонтажу старых бортов. На данный момент уже установлены новые. Учитывая, что новая коробка уже старой почти на 3 метра, при ее монтаже возник ряд сложностей. Новокузнецкая коробка, которую мы получили, она меньшего размера, чем наша. У нее выезд был ледово-уборочного комбайна по центру, сбоку, а у нас с торца. То есть пришлось полностью переносить борта, самим практически проектировать размещение, расстановку. Когда Федерация хоккея приняла решение не переносить на Прокопьевскую арену домашние игры Новокузнецкого металлурга, специалисты пришли к выводу, чтобы избежать долговременного простоя дворца спорта, целесообразно отложить ремонт технологической плиты на следующий год. Хотя проект по модернизации разработан и находится на госэкспертизе. Кроме того, преобразится и зрительская зона арены. Прокопьевских любителей хоккея ожидают приятные сюрпризы. Речь идет об информационном табло и медиаэкране, крепежной конструкции для которых уже на стадии разработки. Табло мы планируем установить на месте, где наша группа поддержки выступает. Новое табло, оно в два раза больше нашего, которое стоит в «Снежинке». А вместо нашего табло в дальнейшем мы один из демонстрационных экранов будем устанавливать. Одновременно с работами на хоккейной площадке ведутся таковые в холодильном цехе. По их окончанию планируется открытие ледового сезона. Продолжение следует...